Поэтому, когда я вижу всех этих парохоботов на фейсбук-сайте, знаете, на мой фейсбук-страницу каждую неделю заходит от 3 до 6-7 миллионов украинцев. Так это можно вычитать сколько. Бывает, когда особенно меня закрывают, доходят 7-8 миллионов. Это, знаете, такое оружие. И это раз, а второе, я везде захожу. И я удивляюсь, я был с женой и сыном Буковели, мы были маленькими, был в пансионе, и тогда закрывали всю информацию. Ну, такой, ну, маленький, деревянная такая хатка, и там, ну, персонал, где женщина, очень милая женщина, она знала все, что я говорил за последний месяц везде. Я не знаю, откуда она уже. Там каналов таких нет. Есть только, я не знаю, не думаю, что она на фейсбуке сидела. Просто люди любознательные, они умные, они открытые, они сами разыскивают информацию. Украина, как сказал Кучма, это не Россия. Тут люди все равно найдут информацию и все равно прорудут эту блокаду. Самы прорудут эту аллергархическую блокаду. Пожалуйста. Доброго дня, Ольга Феррарс, Долбунів Сіті. Пане Михайло, можливо, я зараз скажу доволі неприємну для вас річ, але в регионах складається враження і, говорять вже поза спинами, називають вас популістом. Новим популістом України 2016. Ви апелюєте до таких слів баригії, як ми вже чули, знайомо нам з Котиняк і інша така лекція. Ви, коли приїжджаєте в регіон, ви вичікуєте, коли приїдуть тележурналісти, декілька хвилин. Ми вже традиційно знаємо, на якому етапі вас треба Рівненська область. Недавно ви в нас були. А ви були у нас на мероприяти? Так, була. І ви чікуєте, коли ви починаєте... Чого-то я вас не відео, потім я спрашиваю. Не перебувайте, будь ласка, мене. Ви починаєте спектакль, вас знімають, всі аплодують, і ви собі їдете далі. І так ви курсуєте регіонами... Так, звичайно, картинка красива, ми дуже любимо. Кому принадлежить ваш канал? Коли емоційно... Кому принадлежить ваш канал, извиніте, спеці. Кому принадлежить ваш канал? Питання вам ще не задала. Я перепрошую, питання я можу озвучити. Скажіть, будь ласка, ви зараз позиціонуєте себе як активно, але до діла не доходить ті ваші поїздки в регіонах. Як ви плануєте, ставлячи на популизмі свою діяльність вже зараз, будучи президентом, як планується ваша робота? Я прямо скажу, що продажні журналісти, як ви, і власні владельці, ніколи мене не згадували, популистом. Я вас, я серьезно это говорю, при всем уважении со всем журналистам здесь, но я вам это говорю. Продажні журналісти, як ви, скільки б ви мене не обзивали, не популисьте, вам не спрятать того факта, що я був единственный президент на постсоветському пространстві, який не допустив коррупцію. Вам не спрятать того факта, що я увеличив бюджет Грузії в 11 раз, при всем, що я снизив налоги на 60%. Вам не спрятать того факта, що реально, реально, нет, я вам, нет, нет, извините, я прекрасно знаю, що є умні журналісти, є продажні журналісти. Скільки б ви не кричали Ганьба, я вас не боюсь, я прекрасно знаю, що багато журналісти представляють своїх владельців. Я прекрасно знаю, що при всім тому, що у них, вони не хочуть щасно выполняти ці закази, я ж вижу по їх лицам, я ж вижу, що відбувається. Але я прекрасно понимаю, що тазі на тих каналах, які мене не приглашали всі ці неділи, вони всі по-оддельно звонять, кажуть, Михайло, ти ж розумієш, ти ж розумієш, ми тебе любимо. Вот будуть вибори, ми за тебе будемо голосувати. Так що не треба мене обзивати популистом. В відвічі от ваших скотиняків, які являться... Подивіться, я, в відвічі от некоторих журналистів, ніколи в житті не брав взятку. Так що не треба, не треба, ви прекрасно знаєте, що через журналистів теж є взятки, і це не в цій суді було спрацювано, бо що ніколи Славик Шустер, ніколи, щоб не говорили, не то, що не намекав на то, що на фінансову залителюшовуся, а завжди побагав, коли все остальні требували деньги, не. Тому я кажу це з полною відповідною відповідною, я благодарен тем средствам масової інформації, які нас всередині освіщають в регіонах. Дівшки, я вас на нашому мероприятию не видел, щоб я прямо вам скажу, і никакая журналистка деятельні не спасе. Люди все знають. Люди все знають про власть і про проплаченних журналистів, і про містних олигархів, і про каналы Коломойського, Ахметова, дозовіть любих із них. Про містні одеські олигархічні каналы. Люди все знають. Так що, ребят, не на того ви напали. Можете обзівати мене кем угодно, але діла мої кажуть за себе, за мене. І діла тому, що вперві за історію одеської табори, там не було корупції, вперві висознатися... Единішні реформа в Грузії, единішні реформа дівшки в Грузії була проведена у меня, в Україні, поліцейська реформа. Ну, хто її проводив? Ваш владелець? Ё проводили члены моєї правительства. Еказгуладзе, Хакедеканоидзе. Хто проводив, хто делал быстрі центри обслуживання? Це точні копії грузинських центров обслуживання. Це готово і так далі. Хто делал? Хто делал? Хто делал? Хто делал первое таможене пространство? Грузинская команда. Ну не грузинская, а вже і країнська команда. Так що, ребята, не треба, все прекрасно знают, хто стоїть за проплаченими СМИ, хто стоїть за проплаченими статьями, хто стоїть за парахоботами, сколько теніг це стоїть, що більшість средстві массової информации сіба не можуть окупити. Не треба сміяться, все прекрасно знают, що коли ви куплені, проплачені, це теж видно. Так что я уверен, что в конце концов честные люди победят, честные журналисты победят, информация все равно будет донесена. Но меня вас не заткнуть, меня вас не оболгать, меня вы не обвинять во всех вещах, потому что это требовала вся, это добивалась вся путинская пропаганда. Каждый день, каждый день, каждую неделю порвутесь из каналах. Подождите секундочку. Не пугайте меня, я не боюсь ни коррупционных министров, ни коррупционных журналистов, ни святых коррупционных, ни среди журналистов. Мы прекрасно знаем, что есть много коррупционных журналистов, не надо это меня... Знаете, пугайте кого угодно. Я знаю, как делается, как работает общество проплаченной семьи. Я был в этой студии, когда Коломойский снял Шустера Live с эфира, в прямом эфире, потому что он не подчинялся инструкциям владельца канала. Я прекрасно знаю, как ведут себя принципиальные журналисты, я прекрасно знаю, как себя ведут проплаченные журналисты. Не надо мне рассказывать. И люди это уже знают. И не надо из себя изображать святых. Есть хорошие журналисты, есть проплаченные коррупционные журналисты. Вот и все. Михаил, я вас уважаю, но я с вами не согласен. Я с вами не согласен. Потому что... Это ваше право. Это мое право, и это правильно, потому что вопрос, который был вам задан, да, вас называют, многие вы это знаете, популистом. Но это же правда, вас называют многие так. Правильно. А почему поплаченные? Нет, потому что она мне сказала, что я там устроил цирк. И это неправда. Это неправда. Я туда приехал, в зону, куда никого не пускают. Ни один из каналов серьезных, гривненских, со мной не проехал. Потому что там большинство каналов контролирует брустыновая мафия. Они все делят деньги. Вся элита грозная в Ривно контролируется брустыновой мафии. Им контролируется оптсовет. Им контролируется средства массовой информации. Им контролируются газеты. Им контролируются сайты. Потому они со мной не поехали. Потому я туда не спектакль поехал устраивать. Я туда уехал, чтобы проверять ситуацию. Так что не надо мне рассказывать, что вы там были. Там вся эта брустыновая мафия, там все схвачено. Там все у них под кармане. Так что эта ситуация конкретно с Ривно. Потому я посчитал, что вопрос у вас ангажированный. Я всегда это буду говорить. Потому что никаких спектаклей не было. Вы реально мне сказали, вы будете пойти туда, у вас будут стрелять. Я говорю, плевать, я их не боюсь. Пусть стреляют. Я буду ездить и туда. Я буду ездить и в зону моих действий. Я буду смотреть за контрабандой. Я буду ездить по лесам. Там, где стреляют, я буду туда ездить. Потому что никто никогда меня не останавливает. Я знаю, что вы со мной не поедете. Потому что ваши владельцы не допустят, что вы ходили. Но у меня есть свой фейсбук. У меня есть, слава богу, в Украине не проплаченные журналисты. Слава богу, есть неангажированные средства массовой информации. И об этом я говорю. Так что не надо мне это рассказывать. Я буду в том числе говорить правду. Я журналист. И привыкайте уже к этому. Вот и все. У вас есть что сказать о своих издателях? Я из маленького регионального ЗМИ. Подождите, секундочку. Я из невеликого регионального ЗМИ. И вы меня сейчас извинувачиваете порохоботом, называете проплаченным журналистом. Шановный, я больше схиляюсь до думки, что вы сейчас снова влаштовали спектакль. Пробачите. Инга. Для кого-то это спектакль, а для кого-то это правда сказаны в глаза тем людям, которые... Маленькие СМИ тоже владеют. Маленькие олигархи, маленькие местные барыги, маленькие местные бруслинщики, маленькие местные федоровичи, бандиты. Так это делается. У нас есть маленькие бандиты и большие бандиты. У них есть маленькие СМИ и большие СМИ. У нас есть маленькие олигархи и большие олигархи. Маленькие барыги и большие барыги. У них есть маленькие сайты и большие телеканалы. Вы что, не знаете, что это так? Или я что-то новое вам рассказал? Вы не знаете, что есть попытка монополизировать все средства массовой информации в Украине? Вы что, об этом не знаете? Вы что, не знаете, что даже оппозиционные каналы так здорово меня прикрыли? Если вы такая смелая, почему вас не интересует, если в тот же день меня интервьювало CNN, BBC, той человек, почему ваш маленький региональный канал не заинтересован визит Саакаши и Бурштина в лес, если вы такие честные, неподкопные, правильно? Вы уже заранее знали, да, что я спектакль буду устраивать, да? Так? 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 Хорошо, все ясно. CNN не знал, BBC знал, а ваши блестящие маленькие СМИ все про это знали. Правду говорите? Это не спектакль. Не надо мне поцелуй посылать, и я вам ни поклонник, ни друг. Вот и все. Михаил, здравствуйте. Посылайте поцелуй своему владельцу, пожалуйста. Отсюда. Вы выполните закон. Право.